Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Тверь отмечает сегодня свой большой праздник, 16 декабря на календаре. Естественно, все прекрасно знают, что отмечается день освобождения тогда Калинина от немецких захватчиков. Действительно, радостная дата. Но все-таки мне сегодня хочется поговорить не только о том, насколько была успешна и как она прошла эта замечательная операция по освобождению города, но все-таки хочется поднять вопрос вообще, почему так сложилось, что город и пал всего за один день, как он прожил эти два месяца в оккупации, и в том числе, конечно же, как он освобождался, почему-то получилось, что и освободили его тоже очень быстро. Не было вот этих тяжелейших боев, городских боев в течение многих месяцев, а то и больше, которые были, к примеру, в Оржеве, которые были в Сталинграде и так далее. Об этом мы сегодня поговорим. Хочу представить гостя программы. Это Светлана Александровна Герасимова, кандидат исторических наук, наш тверской ученый, который специализируется на событиях, которые проходили на Калининском фронте. И попозже к нам присоединится Николай Тимофеевич Никодимов. Это председатель Совета ветеранов Заворского района нашего областного центра. А вы звоните по телефону 3190, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы, что вам интересно спросить о событиях, которые происходили в конце 1941 года на нашей Тверской земле. Светлана Александровна, добрый день. Здравствуйте. Светлана Александровна, все-таки, давайте напомним, при каких обстоятельствах Калинин был взят? При печальных. А именно? Город был не готов к Воронии однозначно и совершенно. Не рассчитывали, что немцы так быстро продвинутся сюда. И сразу отвечаю на вопрос, который мне задают сегодня многие военные, особенно летчики, которые летают вокруг города. Они утверждают, что вокруг города остались мощные оборонительные укрепления. Тем не менее, они не были использованы. Сразу говорю, что вот эти оборонительные укрепления появились не в 1941 году, а в 1942 году. Они действительно были мощными, и остатки их сегодня сохранили. В 1941 году на подступу Калинина оборонительных укреплений не было. Кроме того, была не совсем хорошая разведка, да и вообще ситуация на Западном фронте. Не забывайте, что на Западном фронте была, в общем-то, трагическая ситуация. 2 октября началась операция Тайфуна, а 7 октября в районе Вязьмы были окружены большие достаточно силы. Три дня боев за Сычевку. 10 октября была Сычевка взята, немцами не удалось. Вот немцы, перейдя через Сычевку, ринулись по дорогам и к Зубцову, и к Старице, и к Калинину, захотя как бы в тыл за спиной тех наших армий Западного фронта, которые стояли на территории нашей области. Район Ржева, Оленина, ну и там западнее. И чтобы не допустить окружения, эти войска вынуждены были уходить, переправиться через Волгу, оставить Ржев без боев. Еще раз подчеркиваю, были небольшие локальные бои. И, в принципе, и Ржев, и Калинин были взяты немцами в один день. В городе... Правда, что была какая-то паника? Я помню, когда начались 90-е, пошла вот эта информация в тверских газетах, воспоминания, что на самом деле была паника. Слово паника я не встречала. Давайте сразу скажем, что в городе не было регулярных войск. Были различные курсы, институт был, то есть слушатели различных курсов и институтов. Был комендантский взвод, красноармейцы комендантского взвода. Сюда срочно перебрасывались воинские части. Это очень подробно описано все. 5-я стрелковая дивизия, 256-я стрелковая дивизия. С Северо-Западного фронта была направлена оперативная группа под командованием Ватутина. Будем потом говорить, оперативная группа Ватутина. И тем не менее, эти части не успели подойти. А почему немцы успели, а наши нет? Да потому что, я еще раз повторяю, переброска частей, это достаточно длительное время. Не рассчитывали, опять буду вам повторяться. Почему немцы? У них был четкий план, у них впереди, не забывайте, пожалуйста, их действия. Вначале шли моторизованные части, они занимали населенный пункт, ждали подхода педхотных, и отправлялись дальше. И вот эти очень активные, быстрые, подвижные части, первая танковая дивизия, часть 6-й танковая, 306-я моторизованная дивизия, они мчались буквально к Калинину по этим дорогам, и частично по проселочным. И в город наш они входили по Старицкому шоссе, действия на котором у нас изучено очень подробно, и с юга, и по Тургиновскому, и Волоколамскому шоссе. Действия там наших войск, оборон, вообще не изучено, хотя немцы из тех частей, которые подходили оттуда, говорят о каком-то сопротивлении. Ну вот они быстрее заняли город. То есть за счет того, что у них были более моторизированные части? Конечно. А наши пешком? Ну, во-первых, не было, еще раз повторяю, чтобы перебросить сюда. Почему пешком? По-разному. 8-я танковая бригада, это подвижная группа, это оперативная группа, но она пришла к вечеру 14-го числа, когда немцы уже были в городе. Просто не успевали. Слово паника, я бы... Я читал просто, что партийное руководство бежало и так далее. Это немножко не так. Да, ну, во-первых, скажем, не высшее партийное. Высшее партийное все-таки оставалось здесь. Но вот то, что произошло 13 октября, надо отнести к очень удивительному феномену буквально. Дело в том, что, да, власти, представители властей, конечно, знали, что немцы или враг приближаются к городу. И уезжали и сами, отправляли своих родных, и все это было на глазах массы местных жителей. И, в общем, о местных жителе пользовались слухами, у них никаких сведений не было. И вот все это заставило 13 октября произойти то, что называют, можно сказать, массовым исходом жителей. И это, ну, не бегство, давайте скажем, уход. Уход. Причем это феномен. Без всякой информации, без всего жители не захотели оставаться у врага. С детьми, с больными, там, стариками, с хатулями. Это массовый поток через Волжский и Тверецкий мост. Хотя люди уходили в разные стороны. И, вы знаете, позднее партийная и советская власть, в общем-то, приравняла это к подвигу и мужеству жителей и населения города, горожан. И сравнила это даже с уходом, ну, не с конкретным фактом, но с 1812 годом. С монголо-татарским нашествием. Это есть, ну, не в публикации, но в документах чрезвычайной комиссии, чрезвычайной государственной комиссии. А почему власти не информировали людей? Вы задаете мне такие вопросы. Ну, кому еще вы изучали документы? А потому что официальных сообщений не было. Не забывайте, пожалуйста, это надо искать ответ в политике в целом. И Ставки, и советского руководства. Ну, они же руководствовались какой-то логикой, когда они понимают, что немцы идут. Почему? Ну, почитайте, тем не менее, в сводках с Хоффинформбюро никакого калининского направления не было до 14-го числа. Не упоминалось. Не надо на всесоюзном уровне говорить. Нет. Ну, хотя бы людям-то можно известить. Раз нет установки свыше, значит, нет и здесь. Помните эти знаменитые слова персонажей живые и мертвые? Что же вы мне не сказали? Я бы ушел, а мне теперь под немцы оставаться? Помните, как он? Я с вами согласна. И тем не менее, наши жители были поставлены в такую ситуацию. Ну, это же, мягко говоря, предательство. Вы оставляете людей под немцами? Ну. Они бросили своих людей? Да, да, бросили. Бросили. Ну, не предательство, скажем. Ну, а как бросили своих в Севастополе? Все эти части не эвакуировали, хотя команда не в ноту ушла. Ну, я не собираюсь возражать вам. Это настолько естественно, настолько логично. Нет, я имею в виду то, что вы так характеризовываете. Они бросили людей своих? Да. А сами, как вы сказали? Власть оставила своих людей врагу. Да. Люди многие пришли на работу 13-го числа, а там начальников нет. Вот. Или кто-то там есть и говорит, убегайте, идут немцы. Вот и все. И тем не менее, вот. А вы не знаете, наказали потом за это? Вот эти власти, которые сами бросили. Мне неизвестно об этом. Нет. Тот, кто ехал однозначно, я не смотрел. Собственно, я не имею доступа к этим документам. Конечно, они закрыты до сих пор. До сих пор? Конечно. До сих пор этот секрет, что было 70 уже сколько лет назад? Вы зря удивляетесь. Существуют сегодня в архивах ФСБ документы антисоветских выступлений 18-го, 19-го, 20-го годов. Они секретные. А чего вы не боятся? Они секретные. А почему вы ко мне это обращаете? Ну, вы, наверное, тоже задавали вопрос. Значит, пожалуйста, обращайте к тем, кто это засекретил. А ко мне сейчас обращаются мои коллеги, что у нас будет сейчас реклама. Буквально три минуты. Звоните. Телефон 3190. Через три минуты. Что вы думаете о событиях 41-го года? Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Мы сегодня вспоминаем события 41-го года, октября, ноября, декабря, когда Калинин был взят немцами, а потом освобожден. У нас пришел еще один гость. Это еще раз представлен Николай Тимофеевич Никодимов, председатель Совета ветеранов Заволжского района областного центра. Николай Тимофеевич, а на ваш взгляд вообще, почему так произошло, что город так быстро пал? Это же областной центр. Дело в том, что когда немцы рвались к Москве и Калининграду, объявился разрыв на 80-километровый Вяземский прорыв. Но немецкая разведка хорошо работала. И в этот прорыв, значит, они 4-ю танковую группу пустили, моторизированную пехоту, и она пошла. А войск в Калинине не было. И они быстро прошли, значит, Ржев взяли, они без боя. Старицу 11-го числа они тоже прошли. И 11-го числа началась бомбежка города Калинина. Калинин пылал весь. Началась эвакуация. Эвакуация или вот Слава Александровна сказал, что люди сами уходили? Эвакуация централизована, организована. Нет, это образно сказал, эвакуация, а люди сами уходили. Но это уже не эвакуация, это уже исход? Да, ну, исход такого. Это разные вещи. И шли по Беженскому шоссе в основном, основная масса. А самолеты налетали и бомбили, и очень много погибло мирных жителей, особенно детей в это время. А вот вы сказали, город пылал. Я просто ног вторых вилл, там впечатление, что город не тронутый особо. Я ошибаюсь, наверное, Слава Александровна? Ну, город начали бомбить с августа, конечно. Я слышал добавить. 12 октября была массированная немецкая бомбия. Массированная немецкая бомбия. Потом, конечно, бомбили, но поскольку 14 числа немцы наступали, то тут бомбежки особо не было. 13-го бомбили уходящее население. Но город сильно пострадал? Ну, это не сравнивая с теми-то Сталинградской бомбардировкой. Нет, минутку, нет. Достался немцам достаточно полным. Но пустым. Пустым, да, потому что люди ушли. Однозначно вот это слово надо подчеркнуть. Пустым. Ну, город разбомбили, 70 промышленных объектов было уничтожено. И 700 жилых домов. Город-то был почти весь деревянный. 700 жилых домов было уничтожено. Они сожгли. Да, 7 тысяч. 7 тысяч. Не 700, 7 тысяч. Об этом мы попозже поговорим. А мне хочется, как военного человека, спросить. Скажите, почему все-таки не были взорваны мосты? Неужели не было возможности завести взрывчатку? Хотя бы, ну, было понятно уже за сутки, что немцы придут. Неужели ходят где-то? Значит, мосты... Это стратегический объект. Мосты железнодорожные пытались взорвать. И их бомбили. Бомбили потом. Уже постфактум, когда немцы взяли. Но почему не взорвали от ступа? Ну, не думали, что немец может так быстро захватить город Калинин. Он стратегический город. И он не стоял на пути к Москве и к Ленинграду. Он был в стороне. А когда немцы пошли в обход и в Москву, второй обход делать, и в Ленинград захватить эту железнодорожную линию, Москва-Ленинград, перерезать, и стал на пути город Калинин. Это понятно. Но они все-таки не за 10 минут, они сколько, два дня шли, грубо говоря, или три, да? Два. Два дня. Неужели за это время нельзя было быстро раздавать взрывчатку и заминировать мосты, чтобы немцы не проскочили? Мосты были заминированы. Были заминированы? Да. Дело в том, что войска скоро быстро сняли 5-ю стрелковую дивизию. Она была потрепана уже. Ее одна треть от дивизии стала. 14 числа она только заняла оборону. И только могли останавливать. И вот бригада Ротмистрова, здесь уже говорили, что она шла от Лихославля сюда, на Калининград. Это, которые остановили, где памятник стоит? Да, да. Она 14 числа. И его мосты все-таки не взорвали? Заминированы были? Были заминированы. Ну, во-первых, ждали последнего приказа. Приказа не поставил. Да, приказа не было. А во-вторых, все-таки стремительные наступления, отсутствие... Ну, трудно сказать, что, но тем не менее у немцев есть документ. В 16.30 было обезврежено взрывное устройство на шоссейном мосту через Волгу. Не кажется ли, опять-таки, что тот, кто был ответственен, просто бежал? Нет. Части оборонялись. Части там стоял фок. Ответственны за взрыв моста? Не думаю. Возможно, они ждали до последнего приказа, а приказ не поступил. Как должен в военных таких условиях действовать? Когда уже противник на окраинах города, уже идут бои, приказа нет. А он понимает, что вот он ответственный. В то время была совсем другая обстановка. Сейчас об этом судить нам, современникам, трудно. Ну, почему у немцев, когда уходили, они-то еще ту выжженную землю оставляли? И они-то его взорвали. Давайте не сравнивать с немцами, потому что у них тоже было все по-разному. По-разному. Но они-то мосты и успели взорвать. О, старый. Потому что они его готовили. Вот. И подготовка тоже была у них уже начиная с 15, 14, 15 числа. Декабря. Декабря. Да. Вот почему немцы-то успели? Ну, они сделали это ночью. Какая разница, они это сделали? Ну, значит, у немцев был такой приказ. А у нас этот приказ не поступил. Почему не поступил? Ну, почему не поступил? Надо руководству спросить. Товарищи. Действительно. Вот вы так спрашиваете, к вам обращаясь, вряд ли мы вам ответим на этот вопрос. Потому что... Может быть, вы просто как историки, может быть, вы читали что-то. В таких, значит, в тех документах, которыми пользовалась я никаких объяснений данному факту нет. Но я думаю, что здесь отсутствие радиосвязи однозначно. А у немцев она была... Конечно. У них было на высшем уровне. У нас в основном в это время были делегаты, которые, если мог быть... Телефонная связь, она была, рвалась очень. Конечно. Они даже уходили. Есть много сообщений. Делегат ушел в такой-то полк и не вернулся. Погиб потому. Сколько угодно. А телефон действительно, проводная связь, она рвалась. Радио не было. Техническое превосходство не было. Конечно, конечно. У нас даже, насколько я знаю, в то время далеко не во всех танках. Чуть ли не в каждом десятке только радиостанцию ставили. Только на командирских танках. Да, оставляли пустое вот это отверстие, которое предназначено было. А остальных не было связи. Радиостанция не была. Она предполагалась-то 3-4-х, но не было в наличии. Предполагалась. Но их не было в наличии. Их еще промышленность не могла восстановить. Только в 43-м году на Курской дуге уже были на всех машинах. Связь была. Если говорить о боях, можно назвать эту упорной обороной, к примеру? Да, конечно. Это упорная оборона. Потому что отдельные участки, вот Горбатый мост переходил из рук в руки несколько раз. И наши брали, потом немцы отступали и так далее. Бои были упорные. Взять батарею лейтенанта Кацитадзе, которая остановила на Тверецком мосту. Они подбили уже на мосту. Танк немецкий. Потом, значит, вторым подбили. Они хотели стащить этот танк. Наши артиллеристы подбили второй танк. Потом, значит, они хотели на БТРах там подбили. Они еще два БТРа подбили. И немцы не могли прорваться. Батарея лейтенанта Кацитадзе остановила то, что спасла Затверечья. Затверечья до сих пор почти вся деревянная. А тогда бы она полностью вся сгорела. Лейтенант Кацитадзе за этот подвиг получил орден Красной Звезды. Я вот уже пять лет стараюсь, чтобы ему поставить памятник. Да, кстати, на удивление. Сейчас, значит, я уже с Веремеенко связался, с нашим депутатом. Я говорю, поставьте пушку, хотя так, которая воевает. Как стоит танк на месте, где остановили, на севере, соответственно, и тут уже логично. А тут пушку надо поставить. Он никак, а там сейчас пушка реалитетная. Их таких пушек сейчас нет, их трудно найти. Ну, можно поставить просто обелиск, не обязательно Зист-3 или 45-ку. Там стоит памятный знак. Там стоит камень, который, там сначала был каменек небольшой. А потом я через Корзино постарался, сейчас поставили метровый большой камень. Но там еще, знаете, какая причина, там захоронение было. И они под видом захоронения, значит, на берегу Волги. И там, значит, нельзя, дескать, памятник ставить. Ну, оказывается, это можно вставить. И сейчас Веременко, наш депутат в городской думе, государственной думе, вот, он, значит, сказал, что поможет нам поставить эту... Может, свои средства выделить, что-то вроде как небедное. Естественно, но не найдут пушку сейчас, она раритет пушка. Как раз, в Минобороны этих пушек сейчас полно, на самом деле. Да нет, не так-то просто. Вот сейчас... У сирийцев... Под дубках поставили пушку, но она же не соответствуется. Я говорю, у сирийцев бы взяли, мы им помогаем. Они же, я много видел видео, они до сих пор нашими гаубицами воюют. М-30, которые до сих пор... Гаубицы, это они же... И сейчас у нас на вооружении стоят. Ну вот. Вы знаете, есть по поводу... Коцетат, даже по поводу то, какие пушки использовались, некоторые разночтения. Где-то, говорит, 45-ка, где-то, говорит... Нет, 76-ти пушек. Да, дивизионные, совершенно верно. Да, поэтому надо вначале установить точное. Противотанковая 76-ти пушка, она установлена точно. Ну, знаете, точно, у нас же Т-34-ка стоит, это же не та, которая воевала... Нет, Т-34-85, которые пошли из конца 43-го года. Никто же не обижается, стоит и стоит. Это как символ больше. Тут уж придираться... Ну, тех, которые были 76-ти пушка, их уже нет, давно уже. Есть. Можно найти все, и в том числе обновленные поисковики. Которые утонуло, и ее достать... Я лично ходу даже, когда их поднимают. Но это ладно. Светлана Александровна, а вы вот считаете, упорно была оборона? Понятно, что лично Кацетадзе, лично те вот ополченцы, которые встречали на Старинской заставе, они жизни, в прямом смысле слова, положили, и вот они, конечно, дрались упорно. Но в целом, с точки зрения организации, когда областной центр захватывает за день. Мы не знаем, как Сталинград... Значит, факты таковы, что с 15 октября и 16-го приказов командования военного, и вообще в документах, в оперативных сводках, в журналах боевых дейсов, слов об обороне Калинина нет. Там есть слова о владении Калинина. То есть, надо было его взять назад. И это с 15-го, 16-го октября. Значит, бои за город шли, давайте говорить не об одном дне, а 13-го, 14-го числа. Пусть 13-го немцы где-то в середине дня подошли, там полтора дня. Но в партийных и советских документах четко стоит, что немцев задержали у города в течение двух дней. Если говорить о том, что это первый областной центр, огромный, с мощным транспортным узлом, с транспортными развязками, говорить о том, что два дня обороняли, и что это считать серьезной обороной, вряд ли, на мой взгляд, можно. Можно? Нет. А, нет. Нет. Я думаю, что два дня обороны областного центра... Областного, да. Областного. Кто стоит на трассе Москва-Ленинград, железнодорожные авторы? Не знаю. Два дня обороны. Мы все же знаем, как Брест держался, Брестская крепость. Месяц. Месяц. Да, месяц. Вот, казалось бы, что можно было бросить и так далее. Мы знаем, как и Одесса, Шевастополь. Вот мой коллега, допустим, он считает, что это серьезная была оборона. Мне факты не позволяют с этим согласиться. Ну, была танковая бригада, Лукина направлена. Это уже потом, постфактум, она уже... Почему потом? Да, 17 октября они начали свой рейс. И считалось, это была уже попытка освобождения города. Это уже по приказу Верховного Главного Командующего Сталина было, чтобы вернуть город. А, кстати... Направили как раз, Завидова выгрузилась, Тургиновское шоссе, и она шла. Но немцы разбомбили. Перестреляли. А это нормальный взгляд, когда танки пускают в город без карты города и без десанта? Мы даже по событиям Грозного в 94-х годах знаем, что вообще, в принципе, танк в городе без пехоты, без пехоты. Даже не в городе, а просто даже в бою. Дело в том, что танковая бригада была, значит, быстро, Завидова выгружена и сразу она пошла. А это нормально, когда без подготовки вот так бросают? Ну, когда критический момент, то это обязательно нужно будет. Ну, как обязательно, не подготовив атаку? Там готовить некогда было. Надо приказ выполнять Сталина. Ну, приказ-то приказ, но вы же понимаете, что не подготовлено любое действие, неважно, хоть любое, тем более война, это означает, как и получилось, угробили всю бригаду. Они же все погибли, кроме вот наутанка. Но вы опять забываете ситуацию, в которой все это происходило. Что в районе Калинина, что в районе Калинина, командование толком не знало. Есть там немцы уже или нет там немцев. Правильно, для этого сначала надо выяснить, а потом выдавать приказ. Это может быть упущен момент. И в тех чрезвычайных ситуациях вполне такое возможно. Вы знаете, мы сейчас можем рассуждать как огонь, но это случилось, это было. Но там же все-таки участники боевых действий были, экипажи. И уже один герой Советского Союза из этого, из Халкингола был. Но в итоге факт показал, что их просто угробили бригаду в пустую. Слово пустую я бы не говорила. А, ну, как в том фильме, если ты убиваешь немцев, значит, ты уже не зря воюешь. Конечно. Но, тем не менее, в ситуации, когда танки поштучно распределяли на фронте московской битвы за Москву, когда эти несчастные Т-60 бросали, потому что, а тут столько было Т-34, и вот... Ну, если взять, там, значит, один КВ, остановил целую немецкую танковую группу. Ну, вы проходит Колобанова, да? Да. Он, значит, 17 танков побил. Да. Больше, больше. Там было, у них, это блестящий подвиг, но тем не менее... Боролись за каждую пять земли. За каждую пять земли. За пять, когда Ржеву просто так отдали немцам. Просто. Ну, там войск не было ничего. И в Калинии войск не было. Нет, как раз в районе Ржева войска были. Существовала опасность их окружения. Им было приказано уходить и переправиться западнее Ржево через Волгу. А почему не отступали, вот, опять-таки, по шоссе, чтобы потом оказаться... По какому шоссе? Ну, Ржев, Старица. Нет, наши войска лишь частично шли по этому шоссе. Те, кто смог через мост перейти, основные части, основные дивизии переправились в районе Гришкина, если я правильно помню, Гришина, Гришкина, и шли по северному берегу Волги. А почему так? Это какая-то была необходимость? Ну, я вам говорила, что их могли к Волге прижать и окружить. Существовало опасение очередного котла, как в районе Вязьма. А все были научны уже. Конечно, их заставили там переправиться и сосредоточиться в районе Старица. Когда они подошли к Старице, там переправ уже не было. И уже идти по дороге и по шоссе они не смогли. Они шли по левому северному берегу Волги. Лишь один полк, переправившийся возле Акишева, он шел по Волге, дошел до Краснова. Один полк. Скажите, а не является ли все это следствием, что, попросу говоря, непрофессионализм командования, когда они то не предугадали удар немцев? Ну, вы знаете, оценка всему этому уже дана. Конечно, да. Что были ошибки у Верховного командования, знали место или их, по крайней мере, неправильно определили. Кунька Конева остановил Жуков, а так бы его расстреляли. Вот человек правильно говорит. Конев был с командования Западного фронта снят, и ему грозил расстрел. Совершенно верно. Его спас только Жуков. И его направили командующим Калининским фронтом. Он 17-го числа октября месяца был сформирован, Калининский фронт. И здесь началась настоящая битва за город Калинин. То есть, настолько ситуация была серьезная, что... Серьезная, да. А у нас сейчас снова реклама. Сегодня мы говорим о том, как был взят и как освобожден Калинин в 1941 году. Светлана Александровна, по сути, была не одна попытка освободить город. Вовсе нельзя сказать, что под городом ничего не происходило. Вот весь этот период, два месяца оккупации. Нет, были постоянные попытки город освободить. Они были в первые дни уж, если на то пошло. Рейд 21-й танковой бригады и 8-й танковой бригады. Это и была попытка первая. Город освободить. Ведь вначале предполагалось действие этих танковых бригад совместно. Просто 21-я опоздала на два дня. Она была, так сказать, занята там в другом месте. В тонкости не будем. Но правда, что у 21-й бригады почти не было сопровождения пехотного десанта? Ну, естественно. Но ведь знают, что по воинской науке нельзя танки. Ну, мы уже говорили на эту тему. Ну, нельзя. Да. А зачем тогда? Они же знают, что ничего не получится. Я читал много воспоминаний танкистов, которые рассказывали, что когда пехота отставала, даже не в городе, а в поле, они вырывались на вражеские позиции, ну, потопчутся, потопчутся, и они их бросали, уходили. Потому что их немцы либо пожгут, немецкая пехота, либо надо уйти. То есть без пехоты танк беспомощен. Ну, я не собираюсь с вами спорить, но я думала, что вы зациклились на одном факте. Не только один. Ну, просто, опять-таки, ну, это... Мы уже с вами его обсудили. Не профессионализм командования. Ну, я с вами согласна. Ну, что тут еще... А... Минуточку. И незнание обстановки. Так для этого разведка есть? Значит, не было в тот момент. Были проблемы, немцы наступали к Москве. Часть армии окружена. Это была очень тяжелая критическая ситуация. А в критических ситуациях, возможно, все. Даже отчаянные какие-то шаги. Понятно. Скажите, пожалуйста, кстати, а вот вы согласны с теми, кто говорит, что поскольку мы в Затверечье удержались, то все-таки нельзя сказать, что Калинин был захвачен немцами. Потому что есть же пример Сталинграда, когда вообще маленькие островки были. Но мы не говорим, что Сталинград пал. Вы знаете, это все записано в документах. Однозначно. Городом овладеть. Это были такие окраины, крайние, что нет. Все транспортные развязки были в руках у противника. И для советского командования город был оставлен однозначно. Есть листовка к жителям города Калинина. Листовка 30-й армии. Где сказано очень четко, что город Калинин войсками Красной армии оставлен. Все. И что тут спорить? Да, на самых-самых-самых там крайних, где-то окраинных линий фронта проходило. Но это не давало результатов для нашего командования, для верховного командования, для военного командования, для партийного, для советского командования. Город был оставлен. Это подтверждают документы. Массовые документы. Многочисленные документы. Скажите, вот касаемо уже освобождения города, началась наступательная фаза Московской битвы. Скажите, почему на этот раз получилось? Хорошо подготовились? Ну, вы знаете, тут тоже не обошлось без трудностей. Нет, ну, конечно, никто не говорит, что в легкую вошли. Я бы не сказала, что так в легко. Конечно. И немцы были немножко другие. Какие? Измученные. Ага. Проблемные, скажем так, были немцы. И были, ну, в какой-то степени усиленные и наши части. Ну, в какой-то степени. Хотя Калининский фронт больших резервов не получил. Но я бы не сказала, что тут тоже так легко все это далось. Ну, за день же, по сути. Да что вы. Ни в коем случае. 5 декабря началось контрнаступление Калининского фронта. Да. Началось оно по всей линии фронта. Но, поднявшись в атаку, 243-я стрелковая дивизия, которая стояла на окраинах города, туда, в эти окопы, и вернулась. Она не смогла продвинуться по улицам города. Ей было приказано в уличные бои не вступать. Почему? Чтобы не терять силы, не терять состав, личный состав. И они сели до прежней позиции, и основные бои развернулись на флангах. Это 31-я армия район Эмауса, Чуприяновки, Перемерок. А 29-я армия – это район Краснова, Рябеева. И 29-я армия, неоднократно пытавшаяся переправиться через Волгу, зацепиться за Краснова, и брала это Краснова неоднократно. Но перерезать Старицкое шоссе так и не смогла. А 31-я армия тоже ее постоянно пинали и ругали. И Конев ругала Ставка, Конев ругал Юшкевича, командующего 31-й армией, почему она так медленно продвигается. И только когда возникла угроза полностью перерезать отход на юг, Тургиновское и Волоколамское шоссе, было принято немцами решение из города уйти. Вообще-то ведь была задача, она появилась уже после 10 декабря, город окружить, замкнуть это кольцо. Но 29-я армия переезда Старицкое шоссе так и не смогла. И вы зря говорите, что за день, никаких не за день, никаких 10 дней жесточайших боев, огромные потери. Но они были на флангах. А в городе потом все, когда немцы ушли, рано-рано утром в документах этой дивизии 243-й, написано вообще в ночь уже на 16-е число, с 15-го на 16-е, полки 243-й дивизии стали продвигаться по улицам города. И где-то к 9-ти часам утра они вышли за железнодорожный вокзал, заняли оборону на южных и западных окраинах города. В их документах написано, с 11-ти часов дивизия контакта с противником не имеет. То есть в Калини уличных боев не было? Нет. Более того, по мнению особого отдела 29-й армии, город вообще достался. На нашем войске он был пустой. Здесь остались только отдельные группы автоматчиков, которые было, по документам немецких 27-го армейского корпуса, сказано, что было приказано имитировать присутствие в окопах и траншеях. Они были небольшие, конечно, стычки были здесь. Но, тем не менее, город был пустой. Скажите, в этот раз как раз город пустой. А в каком состоянии достался он советской армии? Он был разрушен. И вот мой коллега, он сказал, правда, тот он не совсем точно сказал, более 7 тысяч домов было разрушено каменных, собственно, каменные здания были повреждены все. Город был не совсем деревянный, вы прекрасно это знаете. Вот центр города весь каменный. Но мы вынуждены признать, или факты таковы, что он пострадал не только от немцев. Вот. Не забывайте, немцы, безусловно, уходя, они зажгли город. Правда, вот это, да, Полевой вспоминал, что зажгли на проспекте Калинина эти новые дома на Чайковского? Значит, не помню, где, как там вспоминал Полевой, но фотографии горящего Калинина есть, однозначно. Но он уже был у немцев разрушенный. Постоянные линии фронта проходила в городе недалеко. По сути. Наши обстрелы, артиллерийские обстрелы, наши постоянные бомбежки привели к тому, совершенно верно, привели к тому, что уже немцы в ноябре жаловались, что у них все меньше и меньше остается жилых домов, теплых домов, теплых помещений, где они могли бы быть. И было приказано городской управе даже провести учет жителей и учет оставшихся возможных для проживания жилых домов. То есть, конечно, во многом город разрушен был и нашей артиллерией, и авиацией. То есть, а вот императорский дворец, ведь он тоже, по-моему, был разрушен, попадание снаряда и загорелся тоже. Первоначально там был штаб в здании обл. исполкома, был какой-то штаб. Потом мы на фотографиях видим уже целиком разрушенный. Да, он был разрушен, а посрелов и бомбежек. То есть, когда вот это советское время, это фраза, что за годы, за время оккупации в колене было сожжено столько зданий. Получается, большая часть коленей разрушили свои же. Минутку, давайте уточним, а почему они разрушили. Потому что здесь стоял враг, стоял противник. Если бы немцев здесь не было, город бы был целый. В конечном итоге все равно виноваты оккупанты. Это естественно, понятное дело. И все равно претензии надо предъявлять им. Это война, да. А народ бы предъявил претензии, предъявил бы военачальникам, которые допустили от польской границы, бывшей за столько верст немцев. В Первом мировой это не допустили. Давайте осторожно со сравнениями. Ну да, немецкая армия была не та. Наверное, то ли русская была более подготовленная. Давайте вернемся к нашей отсеке. Скажите, пожалуйста, насколько это было значимое явление, когда Первый областной центр навсегда... Потому что мы все знаем, что на самом деле Ростов освободили, Первые колени, но его потом немцы отбили. А тут насколько это все-таки было важно для советских граждан, что наконец-то мы начали наступать? Однозначно только положительные оценки. Во-первых, стратегический успех. Снова вернулись вот эти железнодорожные узелы, шоссейные мосты и дороги, магистрали. Они оказались в наших руках. У нас стало возможно возобновить сообщение между Москвой и, скажем так, ленинградским направлением. Да, потому что оно было перерезано. Западный северо-западный фронт. Однозначно. И снабжение. В общем, все, что угодно. Кроме того, политическое значение. Это и моральное значение, психологическое значение для жителей. Они вернулись. Город освобожден, родной. Можно восстанавливать его, снова здесь жить. Это однозначно. И Первый областной центр, который уже никогда врагу не был. То есть успех однозначен. Тут даже не может быть никаких сомнений. А далеко вообще немцы откатились от Калинина? Ну, к 1 января, 1 января они освободили Старицу. И вот после Старицы там они на подступах к Ржеву остановились. Хотя, конечно, был западнее Ржева прорыв. И ждали, что Ржев будет вот-вот взят. И даже есть документ, когда Масленников, командующий тогда уже 39-й армии, дает приказ одному из партизанских ржевских отрядов Ржев взять 8 января. Парадоксально. И потом они там остановились. Выстроили новые укрепления, линии обороны. И стали там на 14 месяцев. А вот у немцев, опять-таки, это было организовано отступление? Или все-таки мы их гнали, что называется? Потому что много фотографий есть, что немцы, опять-таки, полевой вспоминают, что весь проспект Калинин был заставлен брошенной немецкой техникой, машинами и так далее. И фотографии есть на других направлениях. Тоже вот я как раз только сегодня видел где-то, наверное, знаете, наверное, на юго-западном где-то направлении. Потому что тоже такой там видно двор. И много-много немецкой техники брошено. Да, конечно. Но вся техника у них была повреждена. Или отсутствие горючего, но бензина там. И невозможность завести зачастую эту технику. Конечно. Все это привело к тому, что техника осталась. Но давайте сразу скажем, что здесь разные оценки. Борис Николаевич Полевой говорит так. А Константин Симонов, прилетевший сюда через день, или на следующий день после освобождения, он пишет, что брошено этой техники на улице немного немецкой. И то, что брошено, все повреждено. Неисправное. Да. А не то, что брошено убежали. Видно, что немцы уходили по приказу, а не бежали. То есть организованное отступление. Да. То есть это два наших известных писателя, два корреспондента, две разные точки зрения. А вы кому больше верите? Лично вы. Ну, судя по фотографиям, у нас были трофеи. То есть я думаю, надо искать золотую середину. Что-то... Да, да, однозначно. Есть фотографии, где огромные коробки стоят друг на друге, боеприпасов. Однозначно. Но тем не менее немцы ушли организованно. А вот Старицу упомянули. Как-то мы, правда, все время колени освободили. И все, ну, все разговоры. А что было со Старицей? Они ее оставили или там были бои? Или их вынудили, выбили отсюда? Значит, сейчас я точно, конечно, не помню подробностей. Но, в принципе, бои там были серьезные, но не длительные. И немцы оттуда тоже были вынуждены уйти. Вот этот общий, так сказать, поток отката на Запад. А потом уже укрепились. А, кстати, а как вы думаете, почему действительно колени насвободили Старицу тоже? Почему не удалось на плечах врага так же в Ржев ворваться и освободить Ржев? Из всех наступательный порыв устали? Да, да, да. Наступление замедлилось однозначно. Ну, потому что много сил было потрачено, тяжелые погодные условия. И забывайте, что с 5 декабря наступление, месяц. И это тяжело. Был сформирован Калининский фронт вообще тоже. Какое значение пройдет боям, которые в целом шли в Калининской области, что целый отдельный фронт? Минутку. Калининская область или на территории Калининской области действовали 6 фронтов, если на то пошло, в том числе и западный. Конкретизируйте, да, свой вопрос. Значение Калининского фронта в 1941 году? Ну, вообще, раз принято было решение сформировать отдельный фронт, сначала же его не было. Удобство управления войсками, однозначно, более быстрое маневрирование. То, что в 1941 году был создан фронт, он объединил все части, переброшенные сюда, которые были здесь на Калинине, и единое командование все-таки дает какие-то результаты. А верно я понимаю, что команда не исключала, что немцы еще раз попытаются пойти в наступление, то есть сохранялась угроза все-таки дальнейшем немецком наступлении, как они хотели туда, в сторону Ярославска, направление Вологодичное и так далее. Вы знаете, до высшего командования в начале 1942 года существовало однозначное мнение, что немцы повторят наступление на Москву. Это однозначно. И то, что строились оборонительные укрепления в 1942 году в городе, в Кашеве, в Кимрах, повсеместно в Москве, когда это было весной, по-моему, в мае, восстанавливались баррикады, то есть это тоже общеизвестно. Общеизвестно, просто как-то, опять-таки, нас учили, это, знаете, принято так считать, что все, расслабились, ура, освободили. На самом деле, угроза, радость была рана. Я не думаю, что вас так учили, вам говорили, что ждали повторного наступления на Москву, но это была ошибка нашего верховного командования. Немцы начали наступать на юге. То есть опять они нас вхитрили. Получается. Получается. Ну, опять разведка... Да, но это однозначно считается просчетом верховного командования. Ну, тоже там... В исследовательской литературе, у военных. То есть официально военно-историческая наука. Да, скажите, а вам тоже... Ну, видели, горожан тоже далеко не все сразу закончат. Бомбардировки продолжались ведь, Калинин? Да, но не так много. А когда вообще последняя немецкая бомба упала? Ну, если не к дате конкретно... Я такой даты не знаю. Не могу сказать. Самолеты залетали... Бомбардировки шли, да. Да, да, однозначно. Но конкретно дня я сказать вам назвать не могу. Александр Александрович, наша программа подходит к концу. Все-таки не могу не задать вопрос. Насколько вы, вот лично вы, лично вы, считаете обоснованным все-таки то, что Твери, город воинской славы, звание дали? Потому что, ну, по такой логике, мне лично кажется, я, конечно, могу ошибаться, я не историк, что, ну, наверное, любому, если он пункт, по которому прошелась война, надо дать такое звание. Вы знаете, когда все это началось, я была, ну, в общем-то, против, конечно. А почему, каким образом? Вот, как раз потому, что два дня обороны, это вряд ли можно говорить о серьезной обороне. Но дело в том, что по указу о звании город воинской славы, там есть так, что в городе или в окрестностях от него, или поблизости от него шли бои, и совершались факты, там, пример мужества, героизма и так далее. Все-таки враг был здесь остановлен. Не забывайте, пожалуйста. Здесь были остановлены попытки, предотвращены попытки немцев прорваться к Таршку, к Беженску, на первом этапе до ноября к Москве. И линия фронта здесь стабилизировалась, немцы были здесь остановлены, и я думаю, что звание присвоено, заслужено. Ну, я говорю, по такой логике, то, наверное, почти всем городам, которые... Не скажите, нет, нет, нет. Почти? Ну, очень многим, по крайней мере, надо дать еще. Там, где немцы были остановлены. А, вот так вот. Конечно, это же главная наша особенность. Немцы в районе Калинин. А в Баршаве-то не были остановлены. Они его взяли. Минутку, в окрестно... Я повторяю вам, ну, не дословно, возможно, но формулировку из закона. В окрестностях города совершались многочисленные акты мужества, героизма, подвигов. А как вы, кстати, относитесь к тому, что сейчас это звание дают даже городам, где никакую войну, боевых действий не было? Ну, во-первых, уже прекратили присвоение звания. То, что Коврову присвоено звание, для меня это удивительно. Я думаю, что это прямое нарушение закона. Да, в том-то деле, там таким глубоко тыловым городам, ну, типа, они внесли некий вклад. Ну, опять тогда всей стране надо присвоить. Вся страна старалась. Я здесь с вами согласна. Мне кажется, вам вопрос, что это нивелирует звание. Как раз те города, особенно как Ржев, где столько народу полегло, получается Ржев и Ковров. Я с вами согласна. Хотя, конечно, вклад Коврова тоже большой. Только он другой. Конечно. Другой. Челябинску надо дать, Тонкоград знаменитый, правильно? Я с вами согласна, не буду с вами спориться. Просто как-то у меня хотелось все время спросить профессионального историка, Лойга. Я тоже думаю, знаете, может, я что-то не понимаю вообще в целом. Мне кажется, когда ввели вот этот закон, то у самих историков или у той группы, которая, значит, рассматривала ходатайство, несколько по-другому, вот, они воспринимали это, вклад какого-то города в победу. Они немножко по-другому стали интерпретировать текст указа. И это было их ошибкой. И, в общем-то, несоответствие закону происходит. Еще хочу такой короткий вопрос. Вот, недавно вышел фильм «Прощаться не будем». Что интересно, там они осветили не как город освобождали, казалось бы, разный момент, а наоборот, в последние дни, вот, перед падением города, вышел фильм «Ржев», а мне кажется, что как-то начинает какая-то историческая справедливость восстанавливаться, что такие были тяжелые бои на Калининском управлении, в целом Калининский фронт, «Ржев» и так далее, и хоть как-то начали об этом говорить. Я могу согласиться с вами, что хорошо, что об этом стали говорить. Но ни тот, ни другой фильм я не смотрела. Я понимаю, вы мне сказали, что перед началом эфира, что очень критически относятся к фильму «Великой Отечественной войны». Давайте уточним, художественную. Конечно, художественным фильмом. То есть вы как бы вот, как фронтовик. Я знаю, очень многие фронтовики тоже не любят кино в войне, потому что они считают, что... Ну уж не надо сравнивать меня с фронтовиками. Я говорю, как. Я не сказал, вы фронтовик, я говорю, как. Потому что от фронтовиков я тоже много слышал, что говорят, наснимай фигню всякую, сказку какую-то. Да, там во многом, многое раздражает. Как, кстати, меня как историка раздражает и целый ряд исторических фильмов. Там та же Екатерина. Документальных имеется в виду. Нет, та же Екатерина, допустим. Ну это, когда там были все у нее без париков, это, конечно, нонсенс. Не надо относиться к художественным фильмам, не надо относиться как к историческим документам. Но люди-то относятся. Люди посмотрели кино Александр Невский и выходят с кино. Я теперь знаю, как было. Книжку не надо читать. К сожалению, да. Поэтому я считаю, нужно режиссерам относиться тщательно. И ко мне, и к консультантам. А не говорить, ну мы снимаем некие художественные фильмы. Не знаю, любое произведение, оно представляет комплекс мнений разных. В свое время был, помните, фильм Оржеве, Пивоваровский. И я там была консультантом, но могу сказать, что моя доля там примерно 50%. А 50% журналистская подача. Вот похожая на вашу зачастую. Спасибо большое. У нас, к сожалению, время подошло к концу нашего эфира. Мы сегодня говорили о событиях в Калинине в ноябре-декабре 41-го. Почему город пал и как его освободили. Поздравляю всех наших земляков. Спасибо большое, Светлана Александровна, что нашли время. Спасибо, что пригласили. Это была программа «Тема дня». С вами был Роман Быков. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова